Всем привет, ребят, наконец-то новое видео, я нашел новый канал с анимациями, который называется Это моя история, и видео, которое мы сегодня посмотрим, называется Я пью воду из мёртвого моря, чтобы стать бессмертным! Я думаю, это просто идеальная история, которую мы должны посмотреть сегодня! Если вам нравится такой контент, то не забудьте его поддерживать лайком, я вижу, что вам нравится, я вижу вашу активность, и снимаю такие видео дальше. Большое спасибо! Привет! Привет! Я Ирма. Ирма. И, возможно, для кого-то из вас я покажусь сумасшедшей. Подожди, есть блогер, по-моему, её зовут Мадам Ирма, Мадам Ирма, по-моему, есть такой блогер, да. Потому что я хочу жить вечно, и ради этого каждый день выпиваю по пол-литра специальной воды. Но всё-таки я предлагаю вам выслушать эту историю до конца, чтобы понять меня. Подожди-ка, вода из мёртвого моря? Это солёная вода, она же, по-моему, опасная, нет? Она, по-моему, опасная! В смысле, чтобы стать бессмертным, ты пьёшь эту воду? Ты дура? Когда особо не задумывалась о жизни и смерти. И просто жила в своё удовольствие. Ну, в общем-то, так и должно быть у среднестатистического подростка, я думаю. Я не голодаю, хорошо одеваюсь, живу в небедной семье. Ну и в чём тогда проблема? Почему ты занимаешься фигнёй? Зачем? Почему бы тебе просто не есть фрукты и овощи и прожить дольше, чем рисковать и пить какую-то мёртвую воду? У меня размеренно и гладко. Какие тут могут быть мысли о вечном? Только что-то внутри меня надломилось, когда мы с родителями попали в один древний город на экскурсию. Да богатые люди с ума сходят, походу, видимо. Я долго бродила по каменным строениям, но ничего особо не привлекало моё внимание. Да, там всё было уникально, интересно, местами даже изысканно, но... В своей жизни... А что это за город, ребят? Кто знает? Напишите в комментариях. В своей жизни мне удалось посмотреть около сотни таких городов. Это какие-нибудь майя? Поэтому этот был очередным из. Потом я наткнулась на стену с надписями и рисунками. Не знаю почему, но что-то ёкнуло внутри меня, когда я увидела на ней, как мне показалось, какое-то послание. Она с ума сошла? Вы выслушивайтесь то, что она говорит? Некоторые буквы в надписях были похожи на наши, но не совсем. Поэтому прочитать что-либо было невозможно. Однако, кроме надписей на стенах, были и рисунки. На одном из них я увидела устрашающее лицо человека. Мне кажется, если у тебя и будет бесконечная жизнь, то ты будешь похожа на этого человека. И лучше я доживу до 60 лет, чем буду похож на вот этого Чубаку. Кто ты вообще такой? Рядом какие-то буквы, затем копьё и силуэт младенца. По моей спине пробежал холодок. Интуиция подсказала мне, что речь на стене идёт о чём-то очень ужасном и... Интуиция! То есть тебе интуиция могла подсказать, что там написана вообще какая-то другая чушь, допустим, но тебе интуиция подсказала о том, что там написан секрет бессмертия. Страшно. Но о чём же? В голове пробежали сотни мыслей, но я не могла знать наверняка, есть ли среди них истинные. Оторваться от древних посланий я уже не могла, поэтому изучала их ещё долго, пока мне не позвонили родители, которые потеряли меня. Там вообще какой-то каратист нарисован слева. Это что? Как это может вообще... И справа тоже каратист нарисован? Какие-то трезупцы аквамена? Как это может быть... Как это может означать бессмертие? Упс, похоже, я слишком увлеклась. Так. Пора возвращаться. Я вернулась к нашей группе... О-о-о-о! Это я! ...и спросила у гида, знает ли он значение тех надписей. А это гид? На что он ответил, что мы можем только предполагать, но точного ответа не знает никто. Там вообще человек на шпагате сидит с каким-то копьём. Что это за знаки реально? Это какой-то рофл, мне кажется. Очень долго я находилась под впечатлением, а потом подумала, а ведь мы тоже когда-то станем историей. А ведь через сотни лет кто-то также будет разгадывать наши письмена, послания и рисунки. Я просто представляю, что через сотни лет люди будут смотреть мои реакции. Вот вы... Которые я прямо сейчас снимаю. Представьте себе, ваши внуки будут смотреть мои реакции, просто пересматривать. Просто в это... Блин, я сейчас так башка даже закружилась от этого. И вообще, была бы возможность лично поговорить с кем-то из древних жителей сейчас. Представляю, как много интересного они бы рассказали нам. Мечты, мечты. Нет, нет, нет. Слушайте, я вообще не понимаю, в чём смысл задумываться о прошлом. То есть, вот допустим, да, были первобытные люди, были люди, которые жили в средневековье. Зачем об этом вообще задумываться? Если, ну, машину времени, ну, не изобретут. Я уверен, что её когда-либо изобретут. Я просто в это не верю. Зачем вообще об этом думать? Нужно думать о настоящем. Нужно думать о том, что происходит прямо сейчас. А не о будущем и прошлом. Ладно, можно о будущем подумать, но о прошлом это точно того не стоит. Ну, у меня такое вот типа сознание. Я вот так думаю. Чтобы увидеть не одну эпоху, десятки поколений. Зачем? Своими глазами наблюдать, как меняется мир. Зачем? Как меняется история. Да всем насрать. Как в одном меме. Вот, ребята, вам не насрать на то, что было раньше. Вот раньше все говорят, что типа я хочу увидеть средневековье. Вы вообще знаете, что такое средневековье? Вы знаете, что там убивали за всё? Ты не так улыбнулся, тебя убьют и посчитают ведьмой. Я бы не хотел там оказаться нисколько. И раньше, тем более в первобытные времена, я бы точно не хотел оказаться. Тебя просто укокожат за одну секунду. Какие-то любые животные. И каждый раз после таких мыслей меня охватывала вселенская тоска. Ведь я понимала, что это невозможно. Посмотреть на это можно в любой книге, сериале, фильме, мультфильме. Почему, почему вы про это не думаете? Невозможно жить несколько сотен лет. Ну конечно. Пока невозможно. Ну да. Но может быть есть какие-то рецепты бессмертия? Конечно есть. Или увеличение продолжительности жизни? Смейтесь, и это продлит вам жизнь. Хорошее настроение продлевает жизнь, это доказано. Периодически я возвращалась к мыслям об этом. Но это не давало мне ничего, кроме грусти и чувства собственного бессилия. А как это сейчас, чтобы вообще про это не думать? Человек смертен, увы и ах. Ну да. А как это вообще, чтобы про это не думать? Жить сейчас. И не думать насчет своей смерти. Да, мы все умрем, но это будет не скоро. Либо скоро, но ты должен жить сегодняшним днем и делать все, что ты можешь делать сейчас. Как бы это, какой-то ключок, как будто сказал, нет, это реальные мысли, факты. Нужно просто смириться и гнать от себя мысли о вечном. Да ничего с этим не сделаешь. Однажды мы с бабушкой приехали на дачу на несколько дней, чтобы переждать там жару. Мы всегда так делаем, когда выдаются особо знойные дни. Потому что здесь прохладнее на несколько градусов, свежий воздух и есть небольшое озеро. Наверное, эта поездка стала бы очередной самой обычной среди сотен таких. Блин, я бы поехал сейчас к бабушке в деревню. Эх. Но на этот раз произошло нечто, что изменило меня, изменило мое мышление, изменило мое восприятие жизни. Что? В один из вечеров я залезла на чердак дома, где хранится куча разного хлама. Как обычно, я хотела найти какую-нибудь ненужную, но интересную ерунду. Вроде старинных этикеток от продуктов, которые хранятся там еще со времен моей прабабушки. Сейчас идет какую-то секретную книгу, где написан рецепт вечной молодости, вечной жизни, да? Я часто так делаю, когда мне становится скучно. А, вот оно. Вот оно. Так для меня своего рода развлечение и возможность отвлечься. Тем более, вы уже знаете мою тягу к истории. А там этой истории завались. В этот раз на глаза мне попалась ветхая полуразваленная коробка. Было видно, что лет ей больше, чем мне и бабушке вместе взятым. А значит, вечер переставал быть томным. И я уже представляла, сколько всего интересного находится внутри. Я начала разбирать коробку. В ней оказался целый ворох пожелтевших газет былых времен, которые были выпущены еще в начале прошлого века. Ну окей, я не могу не согласиться с тем, что это интересно. Я бы прочитал книги, допустим, какие-то старые, возможно, да, где написано понятным для тебя языком. Мне это интересно. Но вот, допустим, пускаться в машину времени и лететь какие-то в другие времена, мне это абсолютно не интересно. И среди них я нашла одну тоненькую книгу. Ее обложка оказалась так сильно потерта, что я не смогла прочитать, что на ней написано. Так. Зато первая же страница буквально околд... Путь к бессмертию. ...давала меня. Оооо. Путь к бессмертию. Ооо. Супер. Супер, то, что мне нужно. То, что надо. Да. Нет, я, конечно, понимала, что идея с бессмертием, скорее всего, окажется провальной. Мне кажется, там про... Мне кажется, это художественный вымысел там написан какой-то. Типа, какой-то рассказ, скорее всего, был просто и все. Она в это поверила, дура тупая. Ведь эта книга принадлежала моей прабабушке, которая умерла в возрасте 89. А почему она умерла? Там же написан путь к бессмертию. Почему она умерла? А? Думаю, если бы она знала секрет вечной жизни, то и сейчас радовала бы нас тем, что она есть. Бред. Не так ли? Бред. Бред полный, ты говоришь, бред. Несмотря на домыслы и сомнения, я все-таки начала чтение сырой и пропавшей стариной книги. В ней было всего 30 страниц, и на них автор рассказывал о том, что ему 135 лет. А я могу рассказать в своих мемуарах то, что мне 175 лет. И вы в этом можете поверить. Но он чувствует себя максимум на 35. Да. Ну мой дед тоже чувствует себя на 35 сейчас. Ему 75, он себя на 30 лет чувствует. Так что это работает, ребят, по-любому. И что он планирует жить вечно? Хммм. Серьезная заявка на победу. Я даже не поленилась и загуглила имя автора, чтобы узнать, как он сейчас поживает. Или уже не поживает. Но дядюшка Гугл не знал такого имени вообще. И этот... Какой-то левый чувак написал какую-то херню, и в это просто нужно верить теперь. Добавляло загадки и даже мистики этой истории. Я понимаю, что сейчас я, возможно, разрушаю чьи-то мифы. Чьё-то восприятие, в которое он верил, да? То есть в бессмертие. Ну, ребята, кто из вас верит в бессмертие по-настоящему? По-серьезному? Ну вы, я не знаю. Типа я... Я бы вас, конечно, выслушал в комментариях. Напишите что-нибудь. А в целом, секрет бессмертия автора оказался единственным и довольно простым. Он просто выпивал каждый день по пол-литра воды из Мёртвого моря. А-а-а, если бы все люди на земле бы пили оттуда воду. Мёртвое море — это гиперсолёная вода. Если чё, ни в коем случае не петь оттуда воду. Неужели всё настолько просто? Просто пей воду и станешь бессмертным? Однако, к сожалению или к счастью, я живу достаточно далеко от Мёртвого моря. Но мне удалось найти в интернете продавцов, у которых есть абсолютно любая морская вода. А-а-а, продают, да, продают в 15 раз дороже воду в интернете. К бессмертию путь, ничего себе, вот это да. Буду заниматься тем же самым. Продавать бутылки за 10 тысяч рублей и говорить то, что ну эта вода тебя исцелит, бро. У тебя рак печени, но эта вода тебя исцелит. Я тебе отвечаю, бро. В том числе и необходимое мне. Правда, цена за маленькую бутылку необоснованно высокая. Да ладно! Но ведь вечная жизнь не может стоить дёшево. Конечно! Слушай, через пару дней вода была у меня. И я начала её принимать так, как было написано в той книге. Кстати, в аннотации я узнала ещё о куче полезных свойств этой воды. Так что вреда точно не будет, подумайте. Вот я знаю, вода единственную полезную, это вода с лимоном. Вода с лимоном очень полезна, тебя омоложает, кстати. Ну вот сам лимон очень полезный. По себе. Поэтому, ребята, лучше пейте лимонную воду, чем заниматься такой хернёй. Малая, всё было вполне терпимо. Почему терпимо? Да потому что тяжело пить галильную соль, в которую добавили каплю морской воды. Я даже не думала, что эта отрава настолько концентрирована. Бе! Кошмар просто! Но я честно продержалась 4 дня. А потом у меня начал сильно болеть желудок. Началась тошнота и... Ты ещё можешь от обезвоживания умереть просто. Это же, это же очень страшно. Ребята, пожалуйста, не повторяйте такого. Не повторяйте. Бейте только пресную воду, очищенную. Головокружение. Несмотря на это, я всё-таки решила убедить себя, что я всё делаю правильно. И для этого полезла в интернет изучать законы физики и биологии. Причём здесь законы физики вообще? И тогда мне стало понятно, почему именно вода из мёртвого моря дарует бессмертие. Большая концентрация соли попросту консервирует человека. Приостанавливает... Соль вообще-то сама по себе очень вредна для организма. Именно поэтому вот я, допустим, не ем какие-то продукты с солью. Вообще соль не употребляю. И сахар. Но сахар употребляю один раз в день. Чисто для кофе и всё. Потому что кофе я не могу пить без сахара. Просто сам по себе. Чай я давно без сахара пью. А соль очень вредна для организма. Приостанавливая процессы старения и убивая всю патогенную флору. Да конечно! Ну конечно! Большая концентрация соли попросту консервирует человека. Приостанавливая процессы старения и убивая всю патогенную флору. Тогда я поняла и осознала ценность воды из мёртвого моря. И реально поверила в её силу. Всё просто. Это наука. Продержалась я так ещё два или три дня. Даже не помню точно. А потом мама заметила, что выгляжу я очень паршиво. Что я стала отекать и пить много воды. Скажу прямо. Я была похожа на живого мертвеца. Если вы когда-нибудь смотрели фильм... ...ужасов, то поймёте о чём я. Причём это произошло как-то внезапно. Церемониться со мной никто не стал. И меня сразу же отвезли в больницу. Это очень в стиле моих родителей. Они властны, но в то же время паникуют даже при малейшей простуде. Кстати, к тому моменту я и сама поняла, что дела мои плохи. И была полностью согласна на медицинскую помощь. Выглядишь просто ужасно, подруга. У меня болели все внутренности. И казалось, что я проглотила ежа. Врачи были шокированы, когда увидели меня и спросили, какие у меня жалобы. Эм, жалобы? Да меня всё разрывает изнутри. Да я создаю, что не буду жить всю жизнь. Поэтому мне плохо. Пожалуйста, вылечьте меня. Мне кажется, ей нужно просто к психологу. Так плохо мне ещё никогда не было. И если это и есть путь к вечной жизни, то убейте меня прямо сейчас. Закричала я из последних сил. Никто не понимал, о чём идёт речь. И я всё-таки решила рассказать о воде из Мёртвого моря. И о бессмертии. По-моему, после этого все окружающие вообще потеряли до речи. И меня сразу же положили под капельницу. Позже у меня диагностировали язву пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Типа, понимаете, почему вообще солёная вода сама по себе очень опасная? Даже если вы будете идти по пустыне, и впереди вас будет море, пить солёную воду это самоубийство. Потому что, ну, вы тут же просто погибнете и всё. Лучше умереть, не знаю, от жары, чем от солёной воды, от обезвоживания. Это очень страшно, ребят. Кроме этого, я чуть не лишилась сразу двух почек и заработала отёк мозга. Лечили меня полтора месяца. Отёк мозга? Но никто не верил, что я смогу вернуться к нормальной жизни. Слишком уж много повреждений было. Тем не менее, через полтора месяца я уже стала возвращаться к человеческому облику и меня выписали домой. Не скажу, что я до сих пор чувствую себя плохо, но могло быть и лучше. Если бы не волшебная вода из Мёртвого моря. А что за книга, интересно? Что за книга? И самое главное, подозреваю, то, что я не только не увеличила продолжительность своей жизни, но и сократила её как минимум на несколько лет после такого эксперимента. Но после всего пережитого, это уже и не важно. Главное, что я вообще осталась жива. И теперь я поняла, что главное не продолжительность жизни, а её качество. Ты это поняла спустя... Вот, у тебя отёк мозга, ты чуть почек не лишилась. Только ты сейчас поняла просто. Я просто в шоке, ребят. Я просто в шоке, что люди могут... Люди могут жить так. Люди могут верить в это. Я просто в шоке. Можно прожить сто лет, но всё это время гнаться за зельями для бессмертия, так и не ощутив на вкус настоящей жизни. Я вам больше скажу. Какие-то китайцы, да, старые, они курят, они курят какой-то специальный чай, они всю жизнь пьют чай, могут курить, пить алкоголь и жить до 110, до 115 лет. То есть здесь важно качество жизни, твоё месторасположение, твоя география. И, в общем-то, вот и всё. Пожалуй, я выберу другой, более подходящий мне вариант. Яблоко. Но мне всё равно очень жаль, что для осознания этой простой истины мне пришлось изрядно поиздеваться над своим организмом. Ну что же, ребята, я думаю, эта история оказалась для вас полезной. И вы поставите лайк за это видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Давайте добьём миллион. И также не забывайте про мой инстаграм, в котором каждый день выходят какие-то сторис, прикольные фотографии. Быстро подписывайся туда.